Служебный роман Нужны мне до 11-12 вести машину И сейчас приучаю себя спать, пока Виталик ведет Чтобы мы вместе, сколько-то, а потом каждый, ну короче Чтобы не сильно так уставать А то пока Виталик ведет, я с ним сижу, сижу, сижу Потом я веду, ну как бы это уже дала себе волю сегодня И с доверием отнеслась, спокойно, вот, поспала Сливочкой Сливой спали, спали, не знаю, часов 11, наверное Ну потому что вчера в 2 часа ночи легли, мы вчера стирали Два часа ночи это жесть, конечно Вот и моя куколька, то здесь Соня, Соня за Соня Зайтика Ладно, по эту педалику Видите, как можно темно-темно сделать здесь Шторы не пропускают свет А потом выходишь, а там оказывается светлый О, та вся дорога стоит Встречное направление стоит Сейчас и мне интересно, что я пропустила Мы едем по Хьюстону Вот они, развязки техасски Меня всегда, ну, как-то так удивлялись, что они просто невероятно и высокие, и много, и прям Так, в Хьюстоне мы еще не были Мы были в Сан-Антонио Проезжали, как его, как его Эль-Пасо Даллас Остин А вот теперь и Хьюстон Вы посмотрите, очень просто Дороги, развязки, высший уровень, самый высокий, чуть пониже Вау, вот машина несется прям на ногу Итак Мы почти доехали до Фассилити Ну, это окраина Хьюстона, конечно же Мы по центру сегодня не поедем Так что всем, кто живет в Хьюстоне и смотрит наше телевидение В нашу Америку Всем Большой-большой привет мы вам машем Помашите нам тоже в комментариях Нам будет приятно Едем по вашему городу Это северо-запад Я по карте посмотрела Северо-запад Хьюстона Сейчас посмотрю погоду Надо же держать в курсе 21 июля в Хьюстоне, в Техасе 35 градусов сейчас Но через пару часов сказано по прогнозу погоды Что будет 38 сегодня Где-то в 3 часа дня, в 4 будет 38 градусов Влажность посмотрела 45 градусов Удивительно, потому что, ну, я думала, здесь очень сухо В некоторых местах мы ехали, было 12, по-моему, да? В Хьюстоне 45, потому что здесь водоем Ну, здесь... Короче, да, здесь же очень много воды Мексиканский залив И там, да, вот этого может быть влажность 45%, 38 градусов сегодня будет Я сейчас посмотрела в Паун-Бич, Паун-Бич-Каунте 32 градуса и 56% влажности Что, в принципе, для Флориды тоже не так много Бывает и под 80 56 нормальная И 32 поменьше, чем здесь Потеплее, хотел сказать Попрохладнее Мы тут где-то вышли с 40 39-40 было О, вообще, такой жар, как в сауне Тебя просто обжигает Такое необычное, как это Ощущение на коже Во Флориде тоже бывает жарко Ну, вот сейчас самые такие жаркие дни Лето И начало осени будет И поэтому Да, жарко, влажно Но как-то мы там привыкли, не знаю Повлажнее, как-то лучше, что ли, нам сейчас Потому что, наверное, мы привыкли Вот, не так сушит кожу Не так это самое обжигает Не знаю, душно, потому что тяжело дышать Бывает, когда сильная влажность Не как сейчас 56, а бывает же Выше, особенно после дождя Бывает очень душно Вот, это да Но чтобы прям вообще невозможно жарко Я не помню, чтобы у нас там вот в Южной Флориде Было больше там 33 градусов Не помню Это по Цельсию А мне написали, кстати, этот Что Сакраменто 42 градуса сейчас 42 И никакого водоемчика Ну, хотя, наверное, может быть Я не знаю, где-то Я читала, что кто-то на пруды, наверное, едет Да, кто у нас в Сакраменто? Как вы переживаете такую жару? Где можно искупаться? Ручьи, наверное, какие-нибудь, да Есть еще Потому что, если ехать на океан Который там Возле Сан-Франциско Или Как это там Забывать что-то Санта-Крус Вот Ну, там холодный океан Даже если ты доедешь до него Ты все равно в нем не искупаешься Особо Он ледяной Мы отцепили трейлер И приехали в Коско Где-то Ну, в Хьюстоне На окраине Хьюстона Сейчас пойдем Потому что у нас практически все заканчивалось Сейчас купим продукты Водичку Проходила мимо, увидела Никола Жарко очень Сейчас посмотрю, сколько градусов Ну, хотя я уже до этого говорила Где-то 30-80 мне должны было быть Сейчас 37 градусов Жарко Что? 37 градусов я посмотрела Ничего себе А почему мы приехали в Коско? Потому что сейчас 3 часа дня А загрузка у нас завтра только в 11 То есть, получается, мы зависим от этой загрузки И сами себе теперь предоставлены нам просто ждать Поэтому мы решили закупиться У нас, считай, сегодня вторая половина дня Свободная А завтра и то не с самого утра В 11 часов нужно на загрузку Вот так получилось Мы закупились Купили крупных, ягодок и еды всякой Курицу горячую купили уже, ну, такую приготовленную Коска, она, кстати, вкусная и недорогая Вот, и даже поели Поели мороженое Поели курицу, положили на мороженое Потом курицу сложили Потом еще крем-брыле Я сейчас сижу и говорю, представляю, что у меня сейчас там в животе Ну, что-то мы какие-то голодненькие были И одно на другое покидало В желудок В желудок Надеюсь, все будет хорошо Обычно я так не делаю Подними ее Подняла Молодец, спасибо У нас все, короче, заварено Вон курицу, которую мы ели Вот тут персики сверху покидали Мы сейчас еще пока просто все покидали У нас сверху, кстати, свет горит Надо выключить Вот А сейчас уже приедем У нас же, как бы, я уже говорила, да Образовался такой, можно сказать, выходной день Полдня И мы Сейчас вот Не знаю, чем займемся Ну, еще плюс ко всему Я должна все Ну, мы вместе разберем, наверное Что я должна Смотрите, какая база длинная У крака В принципе, если он захочет Он может с таким этим Что потом, как Помнишь, мы видели видео Делают некоторые Как дом на колесах Сзади у них там Маленький тушик Там раковина В общем Ну, они, конечно, везде будут торчать Потому что он гораздо длиннее Но этой базы хватит ему сделать Вот этот дом на колесах, да Этот считай длинный Плюс еще 53 фита Трейлер Они очень длинные получаются Парковаться непросто И, как бы, по длине Они везде Они везде вместятся Столпотворение Столпотворение Видишь, ему нужно было Больше места тому Пришлось уехать Чтобы он мог вывернуть И выехать Чтобы не задеть Рядом стоящую Туфуру Вон у него Какой просвет Между кабиной и трейлером Он нигде не помещается Короче Ему много надо Да, для разворота вообще Еще больше места надо ему Нам-то тоже мы выкручиваем А он С какого раза, интересно, завернет Молодец Тако, тако Свежие тако Рыба, раки Пиво Ева, чё? Чурчхелла Это тебе неизвестно, наверное, Ева Это когда мы на юг Я не знаю, сейчас такое есть Или нет На юг Когда ездили на море Там все время ходили Такие люди Которые продавали Какую-то еду на пляже И вот они таким голосом Иногда Иногда в такой рупор Какой-то небольшой Пиво Пиво Рыба Раки Пиво Рыба Раки Чурчхелла Ну и что-то нападут Смотря что они продавали Едем на Дракстаб Который Ну, в сторону Загрузки Завтрашней Трафик все так же продолжается Потому что шестой час Самый час пик Субтитры сделал DimaTorzok